Не отчаивайтесь, все грозные бури обратятся к славе России. Мурашки по коже, когда говорит адмирал. Пусть и озвученный актером Мосфильма, но так точно, что невольно веришь. Оживить Ушакова может каждый мимо него проходящий. Специальный датчик реагирует на движение, и голографический флотоводец обращается к гостям. Желаю только увидеть новую славу любезного Отечества. Создана голографическая проекция святого адмирала Ушакова. Он произносит свои известные слова, которые изображены и на иконе. Понятно, что проекция будет дорабатываться, со временем появится еще задник, изображающий морское побережье. Визуализация стала возможной благодаря национальному проекту «Культура». При личной поддержке регионального министра Светланы Баульной музей получил грант на 25 миллионов рублей. Это позволило приобрести несколько больших светодиодных экранов и другую современную аппаратуру. Когда мы рассказываем о важном нашем артефакте, о Орле, о Спасской башне Саранской крепости, вот здесь, пожалуйста, мы видим и Спасскую башню, и даже Орла на шпиле этой башни. И рассказываем нашим посетителям, и детям, и гостям города Саранской республики Мордовия о том, какая же была Саранская крепость на самом деле, какую территорию она занимала, и как она выглядела. То есть этот рисунок уже является полноценной реконструкцией нашего города после 1653 года, когда стольник Федор Иоанн Челевонтьев пристроил так называемые Нижние Тарасы, нижняя часть крепости. Зал этнографии, где теперь можно смотреть фильмы о Мордовии, палеонтология с ожившими плавающими динозаврами, картины на стене одинаково завораживают детей и взрослых. На третьем этаже герои спецоперации. Сейчас экраны проектора настроены на работу временных экспозиций Донбасса и семьи героев, жены героев. Еще один сюрприз ждет любителей истории в зале Великой Отечественной. Здесь уже установлен большой изогнутый монитор. Скоро сюда же доставят систему дополнительной реальности VR. Монитор, на котором мы планируем разместить изображение и визуализацию последнего боя Михаила Петровича Дзевятаева. Вот пока сейчас вы видите на мониторе транслируются временные кадры из фильма Бекмамбетова, посвященный нашему великому земляку. Но в настоящее время разрабатывается контент. И, наверное, к декабрю он поступит нам уже с точными подробностями, сколько участвовало самолетов, как они пикировали, что произошло, основываясь на воспоминаниях Михаила Петровича Дзевятаева. Самым большим приобретением стал огромный мобильный экран для музейных презентаций. Последние пять лет в Краевическом использовали плазменный телевизор. Он раза в четыре меньше нового. Но этот легко выкатить на середину атриума. Данные большие проекторы, экраны, мониторы уже оценило подрастающее поколение. И мы можем сказать, что даже посещаемость за последний месяц значительно выросла. Мы получили множество самых приятных и хороших отзывов. Теперь каждый посетитель Краевического музея имени Воронина обязательно подходит и к новому информационному киоску. Это как большой планшет, ткнув иконку, на котором можно перенестись в любой зал постоянной экспозиции. Так исторический музей становится ближе и понятнее современному поколению. Алена Маскалева, Евгений Фролкин. Наш Новость.